Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер! Доброе утро, Рита! Доброе утро, радиослушатели! Рада быть снова в эфире! Замечательно! У нас лежит снег, очень холодно, настоящая зима пришла. А в Таиланде наверняка светит солнышко. Да, светит солнышко, но тут тоже чувствуется зима для тех, кто живёт в Таиланде. То есть достаточно прохладно. Ну, прохладно это 25 градусов вечером и около 30 днём. Ну, то есть всё равно чувствуется какая-то свежесть. То есть у нас тоже есть смены времён года. Да, ну это, наверное, даже хорошо для разнообразия, что становится прохладней, да? Ну, хорошо, мы сегодня говорим о следующем втором знаке Зодиака, знак Телец, обо всём том, чего этого знака касается. И, может быть, мы немножко вспомним, что у нас было в прошлой передаче, да, чтобы как бы перейти плавно про Овна. Да, давайте вспомним. Мы задумали такой цикл передач, где бы мы рассказывали про каждый знак, про его качество, как они проявляются в характере человека, как они проявляются в окружении человека, поскольку всё, что человек видит, является проекцией его сознания. И мы рассмотрели, что знаки Зодиака идут в определённой последовательности, и они соотносятся с эволюцией любого события, любого живого существа, всего, что у нас есть здесь в материальном мире. И вот мы начали с Овна, и Овен, надо сказать, для нас с вами, для нас с Ритой был таким чуждым знаком, потому что у нас нет этой энергии, то есть ни одна из планет не попала на фон, не проявила себя через качество Овна в наших гороскопах. Зато сегодня мы будем говорить о качествах знака Телец, и у нас с Ритой есть планеты в Тельце. То есть, да, есть эта энергия, которая у нас по-разному выражается, мы сегодня посмотрим, как. Но вот если Овен — это инициация, это номер один, знак номер один, он связан с первичным импульсом, это огненный, подвижный мужской знак, то есть это такая мощная энергия созидания, энергия, направленная на то, чтобы разрушить старое и создать новое. То Телец, второй знак, — это как раз заземление импульса, это земной знак, и он женский, противовес Овну, и он фиксированный, то есть он неподвижный, его качества связаны с энергией фиксации, закрепления результата. Потому что если мы всё время будем что-то только инициировать, у нас всё равно ничего не получится, потому что нужно заземлиться и какое-то время поработать в рамках, чтобы закрепить структуру. И вот как раз Телец — это такой знак стабильности, и этот знак управляется, надо сказать, Венерой. Овен управляется Марсом, планетой воинственной, импульсивной, а Телец управляется Венерой. И вот, кстати, был вопрос от радиослушателей, он был связан с тем, о чём мы говорим, то есть мы говорим о том знаке, где находится Луна в карте человека, или это восходящий знак, меня спрашивали, или это знак Солнца. И я хочу сказать, что мы говорим вообще в принципе о качествах Телца, но эти качества могут проявляться с разных сторон. То есть даже если у вас нет ни одной планеты в этом знаке, вот как у нас с Ритой нет ни одной планеты в Овне, это не значит, что эти качества совершенно чужды нам, и что эти качества, ну как бы для нас, мы не понимаем эти качества. Нет, эти качества есть, они просто чаще исходят извне, то есть мы видим их в окружении, нежели ассоциируем с собой. Вот и мы в прошлый раз говорили о том, что нам достаточно чужда вот эта импульсивность, вот эта резкость, желание разрушить, чтобы начать нечто новое. А если мы долгое время общаемся, долгое время общаемся с такими людьми, у которых мы получаем эти качества, да, они как-то запоминаются, да, нам, и мы можем их потом использовать? Да, конечно, мы всё время получаем какие-то вещи через опыт, мы можем это использовать. Другое дело, что это не является нашей изначальной природой, и если нас переделывать и делать вот такими импульсивными, то мы всё равно ими не станем, то есть мы всё равно таки будем инертны, если, допустим, проявлены земные знаки у человека. И, ну, нам такой стиль поведения будет чужд, но если такая ситуация возникнет, когда нужно действовать вот так вот быстро, импульсивно, подобно скорой помощи, мы будем просто знать, как действовать. Но если бы кто-то подбирал персонал на работу, нам не стоит идти на такие работы, потому что это не наша природа, нужно совершать больше усилий, чтобы включить эту программу поведения. Она не идёт как инстинктивно. Ты как бы прям услышала мой вопрос, я как раз подумала, ещё не успела спросить, но подумала о том, хорошо бы, чтобы начальники, менеджеры имели в своём кругу астролога и подбирать на работу именно людей по качествам, в зависимости от того, на какую должность ему нужно вступить. Правда, было бы замечательно. Да. Вот, например, у нас сейчас вообще курс идёт, я преподаю астрологию, у нас одна из тем, как беседовать с работодателем, когда устраиваешься на работу, потому что будут заданы вопросы, а что вы умеете лучше, чем другие? И хорошо бы о себе знать это точно, не догадываться, а знать конкретно, что я могу, и конкретно и честно отвечать на вопрос, что я могу уметь, что я могу делать лучше, чем другие, что мне лучше получается. Это всё считывается с гороскопа, конечно же. И это не то, что противоречит вашему внутреннему ощущению, просто иногда человек словами выразить не может, что он лучше умеет делать, чем другие. Так что же мы умеем лучше, чем другие? Да, что же мы умеем? Да. Хорошо бы знать. Да, о качествах знака телец, у кого он ярко проявлен. Всё, что я сейчас говорю, можно отнести к положению такому в гороскопе, как луна. Ну, луна в тельце или восходящий знак в тельце. Вот, например, у Риты луна в тельце, у меня восходит телец в моём гороскопе. Это немножко разные вещи означает, просто качества телца в моём случае выражены во внешности очень ярко, а в случае Риты они выражены у неё в уме. То есть, ну, в уме, в характере. Ну, характер и отражается на лице часто. Но хотя у неё другой восходящий знак, он отражается больше на внешности, а у меня вот как раз внешность телца. Ну, и давайте поговорим, что это за качество. Это знак, управляемый Венерой. И этот знак связан, конечно, с красотой, с эстетикой. Он связан с мягкостью, с наслаждением, с чувственностью. И это такая земная красота. Земная красота, она как будто тяготеет квадратным формам. Любое земное тело, земной знак тяготеет вот к таким вот устойчивым формам. И от человека идёт ощущение заземлённости, структурности, практичности. Знак телца связан с голосовыми связками и с голосом. Вот когда у нас возникает импульс творения, который реализуется через знак Овна, вот этот импульс через вибрацию голоса заземляется, и все слова, вообще вся речь, она находится под тельцом. Телец курирует все вот эти качества, связанные с речью. Красоту голоса, изящество голоса, пение связано с тельцом. Ну и с тельцом связано всё, что касается лица, шеи, горла. И если это место в гороскопе телец поражён, поражён — это значит, что там есть какие-то злотворные влияния, злотворных грах планет, то значит, могут быть заболевания горла, какие-то отметины на лице, ну и так далее. Вот что-то щитовидное с железой. То есть это знак вот этой части тела, лицо и горло. Овен, как мы говорили, — это голова. Ну и селец, он частично дублирует, там тоже есть голова, но это не голова как голова начала, а именно голова как моё выражение лица и мой голос, мои речевые навыки. То есть больше качества, которые отражаются, идут из головы. Из голова, да. Ещё голова — это то место, которым мы едим. И эти качества тоже связаны с тельцом. То есть если телец в плохом положении, то человек будет много есть, и есть не то, что положено. Ну, то, что не приносит здоровье. А если это место в гороскопе, связанное с тельцом, нагруженное энергиями, ну, например, энергия раху, раху — это неуёмная амбиция расширения. Человек может действительно быть обжорой, что очень есть. Ну или такие люди курят, им постоянно нужно держать что-то во рту, вот всё время там нагружена вот эта часть тела. Жевачку. Жевать-жевачку. Жевать-жевачку. Да. И если мы говорим о вашем, например, положении, луна в тельце. И в вашем случае это отражается на профессии, потому что эта комбинация попадает в дом профессии, в десятый дом гороскопа. Вот. И можно тут сказать, что диетология — это одна из возможных реализаций в профессии. И мы же начинали эти эфиры с диетической темы, да, с темы астрологии и питания и вот, и так далее. То есть это очень тельцовская тема. Тема-то, как потреблять продукты, вкусы, как вкусы отражаются в нашей жизни, здоровье и питание. Чуть и лет связан с любыми базовыми ценностями. То есть всё, что составляет базу человека. И символ главный тельца — это, конечно же, корова. Корова, бык с рогами, который стоит твёрдо четырьмя своими копытами на земле, которого трудно сдвинуть. И вот эти качества, как консерватизм, приземлённость. И когда человек держится за земное, за материальные ресурсы, это тоже связано с ярким выраженным знаком тельца в гороскопе. Ещё что можно сказать про знак тельца? Может быть, про негативные, позитивные стороны тельца, да? Да, про негативные, позитивные. Ну вот, в принципе, любая сторона, которую мы очень сильно преувеличиваем. Вот если мы возьмём чистого тельца, это, конечно, очень заземлённое, консервативное существо, которое очень имеет ригидные установки, что, конечно, может негативно сказываться на его жизни. Это застойные явления, это накопительство. Вот, накопительство и жадность. Вот эти негативные качества, которые связаны с тельцом. Всё грести под себя. Тельцы, кстати, хорошие коллекционеры. В зависимости от того, какая планета стоит в тельце, можно собирать, коллекционировать различные вещи, ценности. Если Сатурн в тельце, и он влияет, ну да, Сатурн в тельце себя проявляет как-то, то это можно собирать раритетные старые вещи. Там Луна в тельце, коллекционировать разные вещи, относящиеся к питанию, либо жемчуг, либо что-то такое, связанное с драгоценными камнями. То есть тельцу важно обладать. Обладать, накапливать, хранить. Ещё какие негативные качества? Ну, наверное, неумение быть гибким. Вот это такое качество, которое, конечно, может сказываться плохо на общении. Неумение. И неумение вовремя подсуетиться. То есть, потому что знак очень стабильный, противовес в какой-то степени, нет, противовес скорпиона, марсианского знака, то есть он стоит ровно напротив скорпиона, и в скорпионе происходит трансформация и смерть, потеря комфорта, потеря вот этой стабильности. А тельцу всё время страшно. Страшно, что что-то произойдёт, и он пытает себя оградить вот этими рамками, накоплениями. Телец связан с деньгами. То есть это знак, который конкретно, который умеет их накапливать, умеет их зарабатывать, и всё время заботится о том, чтобы они были. Деньги, еда, красивые вещи. Ещё тельец связан, кстати, с разными народными традициями и промыслами. Вот это вот желание закрепить что-либо в традиции, вот это пастораль, крестьянство, барышня-крестьянка, поля, леса, коровы пасущиеся, и вот какая-то вот такая патриотизм, патриархальность и патриотизм связан именно со знаком тельца. Ну, как раз тельец является знаком биржи, да, вот в Нью-Йорке, даже, по-моему, в Чикаго, напротив, там, где трейдают, это наш Михаил больше знает, конечно, об этом. Но, в принципе, там стоит фигура тельца, и как раз возле вот биржи, где трейдают. Да, ну, и мы можем даже перейти к такому вопросу, что будет, если медитировать на этот знак, что будет, если его подчёркивать в своём окружении, общаться много с людьми, у которых проявлена эта энергия. Будут копиться деньги. Если мы повесим себе, вот как вот перед биржей стоит телец, поставим себе быка, будем смотреть на символ быка, у нас будет такая вот запускаться энергия, накопление стабильности материальных ресурсов. Да, то есть это работа, это любые образы, связанные вот с быком, с тельцом, с золотым телёнком, они нам помогают именно вот вспомнить, что это у нас есть, у каждого человека есть эта энергия. То есть нет такого, что вот только какая-то, я вот только козирог, и только козирог. Нет, конечно. То есть у всех есть его вины, только в разной степени это проявлено. И иногда нам нужно заземлиться, иногда нам нужно чётко встать на ноги и позаботиться о своём материальном существовании. Тогда нужно медитировать на тельца. Тогда нужно идти в те места, где тельцы между собой. Где коровы пасутся. Где коровы. Можно пойти в ресторан, там тоже люди, которых наверняка проявлен знак тельца. Все эти рестораторы, у которых все эти ресторанов, это вот телец, телец, телец. Но ещё телец соответствует второму дому гороскопа. То есть если мы возьмём просто гороскоп, независимо от того, какие там знаки стоят, кто восходит. Второй дом – это дом накопления. Он в естественном зодиаке всегда телец, потому что естественный зодиак начинается с ована. И у кого проявлен этот дом, те люди делают фокус жизни на питание, стабильность, базовые ценности. Да, здорово. Ну хорошо, да. Извините, сейчас скажу, что сегодня луна в тельце. Сегодня луна как раз стоит в тельце. Сегодня ещё и полнолуние. Сегодня вот эта энергия, они даже очень... Они сейчас очень гармонично говорить. То есть у меня получается, потому что я соединяюсь... Да, сегодня именно луна в тельце, как у вас, Рита, в гороскопе, точно такая же, в Накшатре Рахини. Вот. И сегодня ещё к тому же полнолуние. То есть сегодня природа достигла своей какой-то такой пика насыщенности эмоциями и насыщенности вот этой такой материалистичной энергии. То есть если сегодня медитировать на тельце и вот в полнолуние, то, возможно, будут появляться какие-то материальные средства дополнительные. Ну да, дела начатые сегодня более вероятно приведут к материальному успеху. Так сказать можно, да. Потому что сегодня у людей умонастроение, связанное с наполненностью, стабильностью, как бы с полными закромами. Если бы ещё в Чикаго не было так холодно, что людей немножко ограничивают все, когда становится холодно, сжимаются, им не хочется никуда выходить, и тогда, конечно, да. Ну что ж, ничего, ничего, мы прорвёмся. У нас есть... Кстати, а насчёт города-страны, к тельцу, к какому соответствует большее пространство? Ну да, давайте вообще про любые пространства. Это пасторальные пейзажи, это где есть холмистая местность, где пасутся коровы, и где большое внимание уделяется экологии, питанию, базовым ценностям, базовым ресурсам. И достаточно просто назвать такие страны, например, такая страна, как Голландия, она находится под сильным влиянием тельца. Потому что и вот где есть молочная индустрия, где производят сыры, где маслобойни, это там телец. Ещё Польша относится, Голландийский, Европейский, весь центр России, он, кстати, находится под влиянием качеств тельца. Центральная Россия, плодородные почвы, чернозёмы, связанные с тельцом. Дальше с тельцом связаны, скорее всего, Новая Зеландия. В Новой Зеландии, кстати, даже есть праздник, который, там самый важный вообще праздник, это когда Луна находится в тельце, на фоне плеяд, то есть плеяды, и звезда ещё Альдебаран, связанная с тельцом. И вот когда там стоит Луна, в этом месте есть такой праздник, в Новой Зеландии называется Мата Арики. И всё закрыто, все учреждения, все празднуют, это самый-самый главный праздник, он посвящён именно на полной Луне в тельце. Вот как сегодня. Я даже вдруг сегодня у нас в Материке не знаю, чего про это, но вот я читала про это. И действительно, страна эта отличается хорошей экологией, ресурсы, там замечательные коровы, там везде ходят, и молоко дают. То есть там есть такой вот энергетики, энергии тельца очень много. На самом деле, там, где молоко и коровы, это же очень серьёзная, это сильная благость. То есть телец соответствует вот таким качествам именно, вот если мы помедитируем на корову или на молоко, то это и есть качество тельца. Качество тельца, благость, ну, сам знак, он не относится к благости или к любой Луне, он может проявлять, качества могут проявляться в любой Луне. Вот, например, телец очень даже может быть связан с Гуной невежества, потому что невежество – это инерция, как бы это вот то, что стоит на… Вот телец – это очень традиционный знак. И даже когда вот допустим такие благостные планеты, как Юпитер, которые имеют тенденцию находиться в Гуной благости, вести людей вот в эту Гуну, то есть через просвещение, через вот эти высокие какие-то моральные ценности, если Юпитер попадает в тельца, это значит, что он сильно заземляется. То есть человек тогда думает, мыслит широко, глобально мыслит, но опять-таки о приземлённых вещах. То есть он будет в свою религию добавлять такие приземлённые мотивы, народные мотивы, защиту своей традиции. Ещё можно сказать, что сам по себе телец, знак, он же тоже неоднороден. Это 30 градусов. И в этих 30 градусов есть, по крайней мере, есть три Накшатры. Можно разделить на три Накшатры, это будет несколько разные тельцы. Вот, например, я вам сейчас скажу качество разных кусочков тельца, и вы можете определить, к какому вы относитесь. Что может быть такое возможно? Первый телец – это Накшатра Критика. Это будут первые градусы тельца. Это телец-менеджер. То есть это такой человек, он, да, он заземлённый, но он заземляет свои действия, он хороший руководитель, он такой солнечного типа человек. Управляет процессами, традиционалист и защищает границы своей страны, границы своей традиции, религии. Есть середина тельца, вот самый такой. Это Накшатра Рахини. Это телец, самый такой, ну, самый традиционный, и он уже не воинственный, потому что тот ещё был так с влиянием Офна, то есть первый, да, а вот этот совсем-совсем телец. Люди с этими качествами немного склонны к нарциссизму, то есть они уделяют внимание своей красоте, они видят ресурсы хорошо, они сосредоточены на вопросах питания конкретно, то есть для них очень важно вот это садоводство, питание, выращивание, там они очень хорошо выращивают всё, то есть конкретные такие тельцы-тельцы. А есть ещё часть тельца, которая связана с таким подвижным больше тельцом, то есть это уже тот, который не совсем такой традиционалист, а больше эстет, пение, музыка, движение, творчество, куда-то бежать, связан, это уже накшатрам ригашира, и такой телец стремится познавать что-то новое, очень любопытен, находится в состоянии поиска, и менее всего традиционалист. То есть вот у нас есть три такие градации, вот, и если мы возьмём нас, то ваша часть это центральная, да, 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 центральная, ближе, да. Моя часть, которая запечатлена у меня во внешности и в модели поведения, это последняя, то есть это более подвижная, более такая, ну, вот как бы сказали, вы же восходящий телец, почему вы так много путешествуете? Ну, потому что я не тот совсем, не тот центральный телец, я немножко вот тот, мрегашира. То есть телец, который уже ближе к следующему знаку, да? Да, он уже ближе к близнецам, и, конечно, там идёт вот этот переходная энергия есть, там уже есть эта энергия любопытства, познавания, состояние поиска, и вот он уже не такой заземлённый, как предыдущий вариант. Ну что ж, понятно, очень интересно. Значит, в следующий раз мы говорим о близнецах. Да, в следующий раз мы будем говорить также о близнецах, что для них характерно. И сегодня, кстати, если мы уже к концу подходим, да, нужно сказать, что сегодня был один из самых удачных дней, когда можно было говорить о телце и о качествах телца. И каждый раз, когда мы говорим о каких-то качествах, мы их у себя подчёркиваем, находим, прорабатываем и возводим их в более высокое звучание, так сказать. То есть мы, понимая эту энергию, мы учимся пользоваться ей наиболее эффективно. И вот как вот подытожим, что значит пользоваться эффективно качествами знака телца? Да, это значит вовремя уметь остановиться и почувствовать красоту, наслаждение от жизни. Вот это вот основное такое высокое значение. Чему нас учат эти, эта часть зодиака, если у вас туда попали планеты. Наслаждайтесь жизнью, смакуйте жизнь, чувствуете ароматы, запахи, краски, яркость жизни, она никуда не уйдёт. То есть вот это вот ощущение, что я уже здесь и сейчас, вот в этом красивом пространстве, у меня есть все ресурсы, которые могут быть у меня в наличии, всё есть во мне, и я очень творческая личность, и я прекрасно, красиво. Это женский знак. И все ресурсы, в принципе, во Вселенной уже принадлежат мне. Ну, замечательно. Это что значит, что, в принципе, сегодня вот хорошо больше обратить на себя внимание, на своё окружение, пространство, да, и как бы сделать его красивым? Очень хорошо пойти в магазин, купить какие-нибудь продукты полезные, либо купить какие-нибудь биодобавки, которые, и начать их принимать. Я, например, сегодня случайно совершенно с подругой зашла в магазин индийский, купила шатавари. Шатавари, ну, это такая трава. Ну, да, да. Для женщин, для женщин, для женского здоровья, для лактации, в том числе, если кто кормит грудью, то в связи с тельцом, да. Вот она очень хороша для женщин. Наверное, это было не случайно. Да, я этого не планировала делать, но, наверное, это было не случайно. Именно сегодня в пространстве есть эта энергия тельца. И кто чувствует это, совершает вот эти вещи, которые действительно очень уместны. Сегодня купить какую-нибудь полезную вещь. Ну, и любые спа-процедуры тоже будут очень на пользу. Ну что ж, дорогие женщины, делайте что-то для себя полезное. И тогда всем будет хорошо вокруг нас, правда? Чем более мы будем красивы и продуктивны, тем лучше будет всем остальным. Спасибо большое, Аня. Что ж, это было здорово и очень интересно. И в следующий раз, в следующий вторник, мы говорим о близнецах. Спасибо. Спокойной ночи. Спасибо вам. Да, спокойной ночи. Хорошего вам дня, продуктивного и интересных передач сегодня. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...